Противостояние Путина и Украины началось не в 2022, не в 2014 и даже не в 2004 году. Первый эпизод, когда Путин резко поднял ставки в своем противостоянии с Украиной как с независимым государством, случился во второй половине 2003 года. Остров Тузла. Забыли? А я все помню. Да, ребят, на Банковой тогда сидел второй президент Украины, Леонид Данилович Кучма. Президент, которого ну никак нельзя было назвать антироссийским. Однако, наверное, он был слишком проукраинским для Путина. Поэтому в сентябре 2003 года Россия решила оттяпать небольшой кусок украинской территории – крошечный остров Тузла. Да-да, вы можете рассказывать мне, что Александр Ткачев, тогдашний губер Краснодарского края, стал насыпать косу от российского берега Керченского пролива к украинскому острову по своей воле. Без ведома Кремля. Да, и охотно верю. Тогда Кучма привел в состояние боевой готовности армию и стратегическую авиацию, которая тогда у Украины еще была. И недвусмысленно заявил, что в случае продолжения провокации по бульдозерам и самосвалам будет нанесен удар ракетами. Тогда Путин слегка подохренев, отступил и начал готовиться к следующим шагам. И вот тогда уже были и 2010, и 2014, и 2022 год. Высшая форма эскалации – открытый удар. Открытое вторжение. В страну, которая, по его мнению, не могла дать достойный ответ. Кстати, я, например, не считаю Путина безумцем, мерзавцем, тварью, патологическим звездуном. Да, но не безумцем. Именно потому, что он никогда не поднимает ставки с теми, кто, по его мнению, силен. Он трус. Ему недоступно наслаждение битвой жизни. Он не буревестник, лысой молнии подобной, что реет с криком «Где снаряды?». Он плешивый пингвин, прячущийся за красной кнопкой. Он усиливает эскалацию только против тех, кто, по его мнению, слаб, кто не вывезет. И его проблема сейчас, по-моему, в том, что те, кого он считает слабыми, безвольными и нерешительными, подходят к той границе своего миролюбия, за которой появляется решительность и в какой-то мере даже раздражение. И я сейчас, конечно же, не об Украине. Наша нерешительность резко закончилась в 4 утра 24 февраля 2022 года. Продолжение следует...